Народ в приемной начинает собираться загодя. В отличие от предыдущих встреч с избирателями, когда граждан было не очень много, с каждым новым приездом депутату приходится выслушивать все больше обращений. Люди постепенно начинают понимать действенность прямого диалога с властью. Тем более, что они сами и выбирали депутата, а значит то, что он обязан отстаивать именно их интересы, вещь закономерная. За 10 минут до начала приема появляется Вячеслав Фетисов. В кабинете его встречает глава Ленинского района Олег Хромов. Как правило, приезжая в район, депутату приходится принимать участие в нескольких мероприятиях. Естественно, одно из самых центральных – прием граждан. Я не буду мешать, чтобы приезжать в пол. Значит, мы будем разлыть. Да, 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 еще сегодня. У нас целая программа. Да, я понял. Прием начинается чуть даже раньше назначенного времени. Спектр вопросов, с которыми граждане приходят к депутату, весьма широк. Но проблемы в этом кабинете не делятся на большие и маленькие. Нередко возникают ситуации, на которые законодатель не может воздействовать по ряду причин. Например, судебные тяжбы. Известно, что на работу суда никто не может оказывать давление и бессилен повлиять на его решения, в том числе и депутат. Но даже в таких случаях он выясняет, чем можно помочь. Если решение суда людей не устраивает, то они могут еще раз прийти. И мы попробуем уже разобраться с тем, что происходит. Ирина Савчук и Михаил Серяпов не первый раз встречаются с Вячеславом Фетисовым по вопросу в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг школы в Горках Ленинских. Районные средства массовой информации не раз писали как о сложностях внутри коллектива, так и о претензиях родителей к директору школы и тому, как он ведет дела. Поднимался вопрос и о передаче учебного заведения из федеральной собственности в муниципальную. Теперь граждане пришли узнать, как движется дело. Вы обращались, да? По-моему, даже к нашему министру образования, к Васильеву, по этому поводу. И вот мы хотели, во-первых, узнать, какие результаты там вообще, какие-то подвижки есть или нет. Депутат готов держать ответ. Я написал письмо министру и разговаривал два раза. Вещала мне, это было где-то пару недель назад, рассказал последний, что она мне ответит письменно, когда, в каком объеме они будут вкладывать деньги для того, чтобы привести в соответствие, в общем, инфраструктуру все. Как видно из этого эпизода, ни одно обращение граждан не уходит в пустоту. По каждому ведется работа. Причем в отдельных случаях работа долгая и кропотливая. Обращение от Вячеслава Александровича было министру образования и науки Российской Федерации. Несколько раз было обращение. Он нам сейчас на встречу пообещал предоставить копии ответов из министерства образования и науки Российской Федерации. Он обещал не оставлять эту тему. Очень часто обещания чиновников остаются обещаниями, но, как мы видим, не в этот раз. Сам депутат очень хорошо знаком с ситуацией и считает, что для помощи гражданам необходимо использовать все доступные возможности. Конечно, это то, что волнует людей, это должно волновать тех, кто должен принимать правильные решения. По школе, которая уже на слуху у жителей нашего района уже достаточно давно. И, понятное дело, что уже требует решения. Время пришло. Мы должны этот вопрос контролировать, мы должны его ввести до логического завершения. Депутатские приемы уже стали хорошей традицией в Ленинском районе. И они будут проводиться и далее. Максим Козлов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.